Продолжение следует... Сейчас она вам меда наберет и напоедет. Ну ладно. В Николаеве. Николаеве в вашем центре. Я в каждой библиотеке дарю книги. Мы проехали сейчас в Польшу, Германию, Венгрию, Румынию, Австрию. Все, вернулись домой. Сейчас главная работа у нас здесь и по югу будет. Свидетельствуем людям и чтобы люди познавали Христа, знали. Православные люди православие совсем не знают. Просто ходят, выходят и... Патриарх... Интересно, Саш, я выступаю тут, и батюшки тут... Я говорю, знаете, мы по всей стране уже проехали. Состояние церкви страшное. Духовная развалина. Да вы что, такие монастыри строят, купола там, батюшки. Я говорю, духовная развалина. Какой же ты православный, когда так говоришь. Я тогда свою газету показываю. И сказал святейший патриарх Кирилл, когда проехал на восток. Состояние церкви, тире, духовные развалины. Так это патриарх создал, да? Ну, тогда, наверное, так и есть. Заговорил бедный. Серахов говорит, кто такой? А заговорил богатый. До облаков превознесли. Это патриарх. Говорит. А патриарху показали не самое плохое. А где мы едем, там Хиросима. Там пьянь. Люди ничего не знают совершенно. Совершенно не знают. Если патриарх говорит, духовные развалины, мы восток потеряли. Сектанты уже все захватили. И когда мы идем из дома в дом, даем Евангелие, говорят, а где же вы были до сих пор православные? Тут уже и баптисты, адвентисты, мормоны, свидетели Иеговы. Почему вы-то сидите? Я могу только руками развести и сказать, простите ради Христа. Проспали. То, о чем сегодня толкует торжество православия на бумаге. Я не могу ехать, я не смешаю. Ну я же наберу, что я не встал. Ты не так спи, я все нагрошу. Вот так, хоть чуть-чуть. Да, вот действительно такая проблема. Что не хочется сказать людям самое главное. Да, а сами люди строго с места не трогают. Да. Ну вот надо это переломить. Матюшка, я очень много ездил, сидел в тюрьмах и скажу, что главное в этом деле наша отдача Богу. Вот смотрите, я делаю такой опыт, показываю. Смотри, вот это вот моя рука. Вот это означает наша самость. По-моему, надо, я привык. Вот так. Один держит, а тебя сейчас с этого места спихнут. У тебя заработка нет, у тебя пенсии не будет. Ты молчи, Бог. Тебя архиерея, ты больше всего архиерея боишься-то. Каждому священнику могу сказать. Ну ладно, он думает, если так, то у меня и сына уберут, а сын-то диаконом уже. Он стоит, Духу Божию негде идти, нужно все пригнуть, Дух Святой носился над водами. Богу это не угодно, когда мы приглядываемся, вот если я скажу так, а меня уберут. Ну ладно, промолчу, ладно. И Дух Божий не будет он больше. Написано, когда Фест беседовал, пришел в страх с Павлом и сказал, послушай, и другой раз. Он думал, другой раз тоже будет, а другой раз Дух Божий уже не коснулся, все. И он ушел навеки. Сегодня время, ныне время, ныне день спасения. Ныне, не завтра. Сегодня Господь касается твоей души. И надо все время понимать, слышишь ли ты голос Божий, что тебе Бог хочет сказать. Вот мы молимся, вот у нас порядок вообще никакой. Батюшка заходит в алтарь, а мы в это время за 7 минут до богослужения заходим. Уже если кто-то опоздал, он только в коридоре стоит. Господи, настрой нас на Дух молитвы. 7 минут полного молчания, чтобы у Батюшки огненное служение было. Мы теперь молча благодарим за всю неделю, что с нами Бог сделал. Наконец, царские врата открываются. Ни один не с места. У нас как один. Почему? Потому что сделал, большая работа проделана. Бывает, люди приходят, знать ничего не знают. Бывший портор. Что она знала-то? Она вместе со всеми теперь. У нас как крещение, от 3 до 5 лет подготовка идет. Я вот был за границей, в Америке этого нигде нет. Это работа, это громадная работа. Люди все разные. Арсений Великий говорил, на небе тысячи ангелов и одна воля, а на земле тысячи человек, тысячи воль. Поэтому я бегу от людей. А нам нужно подойти к людям, дать им самое святое, самое чистое. Вот мы прошли 56 сел в каждый дом, занося Евангелие. А кто пришел, бывает на стадионе собираем, мы православные. Даем новые заветы. У нас там Коробейниковская икона, куда каждый год крестный ход идет. Ну приезжаем туда, а там монахи. 7 человек, а прихожан 6. Батюшка приехал, ему открывают там послушник, прокурены, усы и все. Божий день, уже часов 12, он едва с просонок стоит. Батюшка говорит, что вы делаете? Да вот до нас были, такой пример дали. Да коты-то какой пример даешь? Они в нас должны увидеть труд. Тут Павел говорит, трудясь руками день и ночь, дабы было из чего уделять нуждающемуся. Ты бы не работал, матушка не работала, а тут пустые руки. Вот ничего тут не было бы. И в духовном плане так же. Я вот недавно слышал, приехали русские туда. Ну он православный, но познакомился с баптистом. И баптист к нему ездил каждый день после работы 200 километров. Пока его окончательно не сделал баптистом. 200 километров из-за одного ездил, а потом там община образовалась. Почему это работа? Мы вот в прошлом году проехали до Дальнего Востока, находка. 240 сел и городов. А это нелегко. Вот я после операции на позвоночнике, я на стройке работаю, у меня три грыжи на позвоночнике. Господь дал здоровье. Мы подарили только книги, библиотеки на 3 миллиона 150 тысяч. Так теперь пишут люди, которые считают, люди меняются. Вот один у нас такой есть, он раньше были катушки, пленки эти давал. И они слушали, они не знали, кто это. А когда книга моя попала, они посмотрели, тут похожие. А телефон есть, он позвонил, а вы, Игнатий Лапкин? Я говорю, я. А можно я к вам приеду? Я говорю, а зачем? Мы не вербуем, мы не тянем, мы дистанцируемся, пока человек сам не созреет. А зачем? Вот тебе книга есть, прошло еще несколько месяцев. И опять звонит, а можно я к вам приеду? Ну, если уж так сильно надо, приезжай, чтобы своими глазами ты уел. Прошло время, принял крещение. Брат Михаил. Тебя похожи. Труженик. Вот мы книги отдаем, батюшка, вот смотрите как. Книги, каждый библиотекарь расписывается, книги хранить, давать, читать. Епархия узнала. А епархия никакого отношения к мирским библиотекам не имеет. Влезли туда, приезжает священник там благочинный. У вас книги Лапкина есть? А кто вас тут читает? Нам епархия не нужна, у нас семинаристы. Это обманывает. Ну, а библиотекарь, она прихожанка, она ему отдала. А теперь брат Михаил приехал и говорит, а где книги? А зачем вам в епархии? Я хотел читать. Покрутились, покрутились, а на руки не дают. То есть они их заблокировали. Я говорю, вызовите меня в суд. В Синод. 12 лет. За 12 лет можно было книги прочитать. И покажите, какая книга, какая страница, что я сказал неправильно. Так а вот почему вы говорите, что священники погибают? А ты думал, спасаются? Ты не знаешь? Я тебе указываю. Святой Иоанн Златоуст. Восьмой том. Большая часть священников погибает. Вот мы сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Трое в аду будут. Трое. В аду навеки. Но при чем тут я, Сеяна Златоуст сказал? А Серафим Саровский три дня, три ночи молился и получил от Бога ответ. Бог говорит, не пощажу, не помилуй архиереев и священников. Современник Пушкина еще был. Они, говорит, вымыслами человеческими заменили истину Божию. А кто это сказал? По благословению патриарха Пимена, настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. Верю я, не верю. Но Серафима ты совсем не признаешь. Это же святой. Ему Бог открыл это. Но даже их не было бы. Но ты сам-то видишь, что в церкви что? Вот мы приехали из Софии. Только что из Софии. Выходит, я не знаю, диакон или священник второй. Ну, килограмм на 150 с лишним. Гора настоящая. Архиереи. Мы говорим, мы попали в неприятность. Нам шенгенскую визу закрыли. Нам сейчас выезжать надо. Нам нужно где-то машину притулить к забору. Нам не надо. У нас все есть. Помогите ради Христа, ради Божьей Матери. Не один. Нам не надо заезжать. Только утром, чтобы в туалет сходить и воды набрать. Нам еще надо в субботу и воскресенье прожить, в греческое посольство сходить. Мы потеряли визу. Но не знали, что нельзя. Нам печать поставили и нас оттуда выдворили. Шенгенской зоны. А мы едем в Грецию. Манахам. А вон там русские храмы, дети туда. Я говорю, накормили, напоили. Как говорят, накормили, приняли странников. Дай мне крышечку тебе должно быть. Матуша. Это не надо столько. А сделай пол-литровую баночку. Все, все. Жена, брат. Не, не, машина. У вас машина и у вас багато. Буду разговаривать тогда с ними. Давай крышечку. Мы поговорили малейше. Медок прошу годный. В этом году мы не вывозим, потому что он уже старенький, я тоже. И не має еще взятки. Ждем, что может семечка. А батюшка с какого года рожден? Ему 77-й год. Седьмой? Седьмой. В 75-й год. Я моложе ему. Да, с 36-го года. Однажды я вот так вот вышла, бабушка старенькая. Я бабушку говорю, бабушка, а сколько вам лет? Она говорит, а у тебя сколько? Я говорю, 73. Она говорит, так ты сопляк еще. Вот это мне 73. Я дабы обрадовался, что я такой молодой. Я так хочу спитать. Но я по секрету хочу спитать, чтобы вы помолились за внучку мою. Мария. Мария. Батюшка, надевай. Надевай крышку. Нехай беруть. Сколько сектантов, баптистов, адвентистов пришли, стали православными, стали батюшками. Я тогда говорю священникам, вы определяете, мои книги не православные. Давайте на этом остановимся. Подпишитесь. Так вот, мои неправославные книги приводят в православие сектантов. А ваши православные увели все в сектанты. Вот и все. Сектанты-то все откуда взялись? Бывшие православные. Вот сейчас с одной встречались. Лидия такая. Киргариста ушла. Мы с ней поговорили. Я говорю, примите ее и начинайте молиться. Ее нельзя вытащить оттуда. Она пленена сатаной. Может быть, Дух Святой похулила. Вне церкви нет спасения. Вне церкви нет священства. Нет таинства. Самая ценность православия – это священство, каноны, соборы и толкования. Я напишу два слова, за кого помолиться. И вынесу. Ну, пиши, пиши. Нам Бог положил, батюшка, это на сердце. И я провел за этим 50 лет. Я отдал свою труд. 9 лет просидел за компьютером. 38 книг. Это для Бога. И люди, которые архиереи, кристину православия, они говорят, это настольные книги для священнослужителей. Я 40 лет собирал материал, там, архиереи, студенты, эти профессора помогали отдельно. Что сказал на эту тему Иероним Стридонский? Это мало кто знает. Что сказал Арсений? Я жития святых насчитал. Потом симфонию составил на жития святых. У меня почти 5 лет ушло на это. Но этот труд, он достоин того. Наша задача прославить Бога жизнью своей. А если этого нет, вообще зачем она та жизнь? Вообще-то. Для чего я жил? Ну, был маленький, ты прыгал. А дальше-то что? Состарился. Я теперь спрыгнул в последний раз и все. А если с Богом? Ну, вы старше меня на 2 года. Я сейчас узнал. На 2 года. Я моложе вас. Но с Богом-то ведь мы равны. Что мы уверовали. Мы одну святую православную веру исповедуем. Какие мы счастливые. И главное, когда я беседую с сектантами, главный упор. Вот иные говорят, ну почему я с ними беседую? Они не обращаются, а у вас обращаются. Я говорю, а ты о чем говоришь? А я говорю, да вы иритики проклятые. Я говорю, вот этого и говорить-то не надо. Ты скажи им, что вне церкви нет спасения. Что Христос церковь основал. И церковь это святая православная церковь. Где есть рукоположение от епископских корней. От апостолов. А они люди хорошие сектанты. Они не пьют, не курят. У них семья нормальная. Мы должны это признать. Ну, мусульмане, в чем мы скажем? Они не пьяницы. Девственность сохраняют. Ну, они Бога не знают. Они отвергают воскресение Христова. И это надо показать. Как Андрей Сысоев, Данил Сысоев. Вот сейчас бьются за канонизацией. Его не надо канонизировать. Он святой. Он святой. Про кого? А Даниил Сысоев говорит. Я говорю, никто за полторы тысячи лет так не любил мусульман, как он. Он жизнь отдал за них. Так. Ну. Что же я хотела? Спасибо, Христос. Что хотела? Я так всегда нашкрабала. Ну, прото Владимир, Анастасия. Это я и так наши детки. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Да. Это все ваши дети. Это наши дети. И внуки. И внуки. Так. Мы будем примерно в путешествии до 1 сентября. Я прошу вас, не забывайте. И это где у нас особенно таможня бывает, жучит где-то. Тут уж молитва идет, не знаю как. Чтобы Господь пронес и позволил нам вернуться домой. Спасибо, Господи. Мы это ради Христа делали. Наш путь был до Португалии. Пройти Францию и Испанию. Пройти всю Скандинавию. И через Прибалтику вернуться. А сейчас дальше у нас Грузия, Армения, Азербайджан. И через Речню прийти. Путь очень сложный и трудный. Но это того стоит. Потому что это для Бога. Чтобы люди узнали истинный путь. А нам есть что им показать, сказать. Я отвечаю на 4124 вопроса. Они все освящены. Так что там нельзя поколебать. Один архиерей у нас был. И говорит, вам обвинять Игнатия не православие. Другому архиерей никогда не удастся. Он говорит, сугубо православный. Вот весь ответ. Конечно, слова пророка не подходят нам. А я пророческие слова привожу. Вы говорите, храм Господний, храм Господний, храм Господний. Господь говорит, камни на камне останется. Чего вы хвалитесь? Ты приготовь вот этот храм. Возведи его, очисти святой молитвой. В этом храме и Дух Святой. Я говорю, никто, наверное, не сказал такие слова, как Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. В этом весь корень. Кто Духа Христовый не имеет, тот не его. Можно научиться кадилом махать. Можно благословлять. А Господь говорит, вы благословляете, а я проклинаю ваши благословения. Малахия говорит. А Феофан Затворник говорит, Бог говорит, священник говорит, я благословляю. А Бог говорит, а я не благословляю. И что Бог утвердит? Ясно, поэтому ты благословляй только то, что Бог благословил. А то я запрещаю считать Евангелие. Как ты можешь мне запрещать? Хлебушка сейчас дать вам, дорогой. Так, ну пошли, матушка. Все хлеба я дам. До свидания. До свидания. Так, пошли. Спасибо.